Добрый день, друзья! С вами вновь Прополис и выбранная в комментариях к прошлому выпуску рубрика «Применение оружия». Этот воскресный выпуск также уникален тем, что на этот раз все три истории попали в него по вашим просьбам. И начнем, пожалуй, с самого нашумевшего инцидента, опубликованного на этой неделе. Отправляемся в столицу штата Иллинойс и административный центр округа Сангамон – Спрингфилд. Несмотря на столичный статус, город является лишь седьмым по численности населения в штате, которое, согласно переписи, составляет 120 тысяч человек. Основным правоохранительным агентством города является полицейский департамент Спрингфилда. Но на вызовы, поступающие из-за черты города, отвечает офис шерифа округа Сангамон. Именно его помощники шерифа около часа ночи 6 июля 2024-го реагируют на сообщения о попытке ограбления дома 2868 по хуя реагируют. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что handle что-то есть? Поехали Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzок ДимаTorzok 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 ДимаTорzок ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Управлявший седаном Мальком Гусмладший, сначала ускорившись по Бродвею на север, останавливает Chevrolet в Т-образного перекрестка со 138-й улицей. И практически сразу открывает огонь из автоматической винтовки калибра 5,56 по сотрудникам позади него, после чего приводит Chevrolet в движение, покидая место преступления. Офицер Джошуа Родни также открывает огонь по уже начавшему движение транспортному средству. Начав преследование на изрешечённом грузере, офицеры добираются до перекрёстка Бродвея и 135-й улицы, где теряют из виду автомобиль стрелка и прекращают погоню. К счастью, ни одна из пуль не попала в правоохранителей. Полицейские получили лишь незначительные порезы осколками стекла и были выписаны в тот же день, после оказания необходимой помощи в госпитале. В ходе начавшегося расследования правоохранителями сначала, а именно 5 июля, было обнаружено транспортное средство подозреваемого – белый Chevrolet с автоматической винтовкой в салоне. После 13 июля был арестован и сам 31-летний стрелок. Департамент ЛАИ не раскрывает место и обстоятельства ареста, сославшись на продолжающееся расследование. Малкольму Гусу были предъявлены обвинения в покушении на убийство сотрудника полиции, двукратному нападению на сотрудника полиции с применением автоматического оружия, стрельбе по движущемуся транспортному средству, незаконному хранению автоматического оружия в довесок к двум обвинениям по ранее совершённым преступлениям. 16 июля Малкольм не признал себя виновным на предварительном слушании в суде Комптона и был помещен под стражу с возможностью выхода под залог в размере 2 миллионов долларов. Судебные документы показывают, что Малкольм Гус уже имел 7 обвинительных приговоров – дважды за кражу в июле 2014 и декабре 2018. Уже в 2020 он был арестован помощниками шерифа округа Лос-Анджелес за хранение наркотических веществ и огнестрельного оружия. В марте 2021-го, заключив сделку с государством, Гус получил два года лишения свободы лишь по одному из двух обвинений. В тот же месяц он также был обвинён за аналогичное преступление в результате инцидента в сентябре 2020-го. Отбытие наказания по обоим обвинениям было одновременным, и рецидивист был снова арестован уже в мае 2022-го по обвинениям в сопротивлении аресту и нападению с применением смертельной силы. Согласно протоколу, Гус признал себя виновным лишь в сопротивлении аресту и получил 16 месяцев, выйдя по УДУ через 10. В феврале 2023-го суд выдал ордер на его арест из-за нарушения условий досрочного освобождения. 10 июля того же года он был арестован офицерами ЛИПД, но по каким-то причинам выпущен на свободу уже через месяц, как показывают документы. Теперь же, озвучивая обвинения, прокурор Джордж Гаскон отметил, что в случае признания вины Гусу будет вынесен приговор в соответствии с законом штата Калифорния о трех страйках, вследствие чего 31-летнему мужчине грозит пожизненный срок. Также на прошлой неделе в Лос-Анджелесе закончился еще один интересующий нас судебный процесс. 20 июля трем членам уличной банды были вынесены обвинительные приговоры в ограблении и убийстве сотрудника полиции ЛИПД офицера Фернанда Аройса. Находившийся не при исполнении правоохранителей со своей избранницей подыскивался бедом в районе Флоренс-Файерстоун поздним вечером 10 января 2022-го, когда из движущегося им навстречу пикапа выскочили два человека и, наставив оружие на пару, потребовали денежные средства и личные вещи. В какой-то момент офицер с трехлетним стажем решил оказать сопротивление и открыл огонь по нападавшим. В ответ оба грабителя также открыли стрельбу, ранив полицейского и скрывшись с места преступления. Позже все четверо были арестованы благодаря одному из выстрелов офицера. В ходе перестрелки водитель банды Джесси Контерос был ранен и обратился за помощью в госпиталь. 30-летний Луис Альфредо Доларус Ариос и 25-летний Эрнесто Сиснерос получили по 50 лет лишения свободы. Водитель 36-летний Джесси Контрерос довольствуется 35-ю годами. Четвертым участником ограбления была подруга Риаса, 21-летняя Хелли Гришем. Она была признана виновной в ограблении, но ее приговор будет вынесен 9 сентября. Друзья, на этой неделе мы также выпустили новый выпуск рубрики «Эксклюзив» с участием сотрудников полиции Гринсборо. Помимо этого, на неделе вышло два выпуска приключений Винни Пабга, получивших название «Музыкальные от третьего лица». Смертельный номер, посадка на кран. Да езжешь, езжешь. Лёха, ты где? Ты видал, как я сел? Ты видал, видал? Молодец. Вот сейчас очередной разбежавшись, прыгну со скалы будет. Разбежавшись, эх, сука. Ну ладно, сейчас улучшим тогда. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот отсюда побегу. Разбежавшись, 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 прыгну со скалы. Тебе золотой калаш, держи. Опа, опа. Дайте золотой калашик, золотой калашик. Давай, давай. Это за то, что ты у меня стрелял. А патроны, сука. И патронов-то нет. Следующий выпуск «Прополис» выйдет на следующей неделе, как обычно, в 10 утра по московскому времени. Спасибо, что продолжаете смотреть и поддерживать канал своими комментариями. Отдельная благодарность людям, поддерживающим канал материально, чьи никнеймы сейчас у вас на экранах. Берегите себя и своих близких. Ну а на сегодня все. Всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!